Девушки отдыхают Поезду просто так, потому что она видит его в первый раз в своей жизни. Как же это мило! Интересно, она всему так радуется, что видит впервые? Ну, там, паучкам, червячкам, букашкам, таракашкам, мышкам, крыскам, змейкам. Кстати, все нормальные девочки в детстве мечтали стать актрисами, певицами, врачами. А я вот всегда хотела продавать мороженое. Прям работа мечта. Рожок продаешь, рожок ешь. Рожок продаешь, рожок ешь. Что еще для счастья надо? А наш следующий герой из Турции еще и умудрился сделать из своей профессии целое представление. И говоря современным языком, прикалывается над покупателями. Девушки отдыхают Ну, или просто ему очень не хотелось расставаться с товаром. Больно уж он вкусненький, чтобы отдавать кому-то на съедение. Ну, теперь уже после детей мороженого мы просто обязаны вам показать следующее видео. Барсику явно что-то подмешали в корм. Или ему показали котов-свинксов. А он и злораствует над ними. Ха-ха-ха, лысая башка, дай пирожка. Правильно говорят. Старую, добрую бумагу не заменить вашими новомодными гаджетами. Особенно в таких экстренных ситуациях, как эта. И особенно, если учитывать, что бумага стоит тысяч на пятнадцать дешевле. Эмма! 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 Неудивительно, что жена такая недовольна. У бумаги есть и иные преимущества. Ух ты! Вы это видели? Никогда бы не подумала, что эти невероятные скульптуры сделаны из бумаги. Точнее, из нескольких тонн бумаги. Выглядит больше, как компьютерная графика в каком-нибудь фэнтези. Работы китайского скульптора покорили уже почти весь мир. Удивительно красиво. Что-то я проголодалась. Закажу-ка пиццу на дом. Только вот подождите. Мамочки! Нет, пожалуй, я сяду на диету. И не буду заказывать пока пиццу. Ближайшие лет сто. Куда? Хотя здесь ничего удивительного нет. Вы что хотели? Чтобы вам на улице просто так бесплатно пиццу давали? В халявной еде всегда есть какой-то подвох. Или она просроченная, или там волос внутри. Ну, в данном случае много волос. Их хозяин. Да что здесь такого? Стриптизершу, значит, в торт можно, а зомби в пиццу нельзя? Можно ее пригласить на корпоратив на Хэллоуин, или на мальчишник, где жених-вампир. По-моему, меня не туда понесло. Посмотрим следующее видео. Тюлень катается на доске, а вместе с ним его коллега и птички. Это серфингист поставил на доску камеру и пошел, видимо, загорать. Вот что из этого вышло в итоге. Бедный малыш никак не может залезть на эту дурацкую доску, потому что он скользкий. Тут еще этот подлец с враждующей семьей, который ему все время мешает. Но тюленчик не сдается и добивается все-таки своей цели, несмотря ни на что. Какая умничка! А вообще, среди животных часто встречаются вот такие хулиганы. Например, этому песику запрещено залезать на кровать. А он, как хороший питомец, слушается своих хозяев беспрекословно. Ну, пока они дома. А вот потом... Ю-ху! Свобода! Думает пес. А кот почему, думаете, такой спокойный? Да потому что он все это снимает на камеру и хозяйке потом покажет. Стукач такой. А что, думаете, коты не умеют включать камеру? Я вам даже больше скажу. Они еще и замки вскрывать умеют. Так что банк с ними грабить можно спокойно. Даже если вас поймают, можете сообщить о своем последнем желании. Привезти к вам своего любимого котика. А тут уж котик любую решетку откроет. Решетку откроет, а потом еще всех врагов на пути к свободе уничтожит. Это, конечно, случай, если ваш кот – кот Росомаха. Но дома такое, правда, не очень выгодно держать. Каждый день ремонт придется делать. А если учитывать, что ремонт обычно бесконечный, то, сами понимаете, потери на лицо и на лапы. Почему мы едем отдыхать в Турцию, Египет, Испанию, Италию, но не в Исландию? Да потому что не видели раньше этого чудного видеоролика, где не просто показаны прекраснейшие места страны, а танцующие показаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот если бы сделать такую только про Нижегородскую область. Ну, чтобы люди танцевали на фоне Кремля, вели городецкие пряники, купались в проруби и расписывали в одежду с исламской росписью. Господа режиссеры, берем камеру в руки, включаем веселую музыку и вперед! А я пока в Исландию. Загорать на ледниках. Ну и напоследок. Джунгли поют и танцуют. В общем, веселье полным ходом. С вами была программа «Онлайнер». Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!